Вышли с мамой в магазин, запарили... Мы здесь! Ой, ты моя рыбка! Ты мой хороший! Идём! Идём-идём кушать, идём! Вышли с мамой в магазин, запарили... У меня был... А вот вы где! Запарили сухой корм, уже не будут их... А у Ноши есть. Это можно от этого... Носы воде, вот тут лёд. Я за это говорю. Я хотела корм, чтобы их пересекать. А, ну да, а у НО есть прозрачное. Кисы мои, золотые! Да! А то мы звали-звали, а их тут не было. А вон прозрачное было. Кисы! Ого! Ну ты стемпер, иди сюда! Кс-кс-кс! Или не будете? Ого, тут прям горячее, наверное. Не хотите, да? Хотите вискос? Ну, может так сейчас, да, будут есть. Ой, холодные! Холёные! Он нежности хочет, понимаешь? А сейчас голый придёт, съест он. Вот эта светлая, она не голодная. А тут, конечно, всё. Я к вам завтра приду. Иди, грейся, иди. Не хочешь есть, иди, грейся. Иди! Да? Ну, как ты проверила, что весы нормально? Ну, как проверила? Она же, ты видишь, пробивает под 26 пища. А, я думаю, ты имеешь в виду, весы перевешивают, не перевешивают. Весы я не видела, когда взвешивала. Мне показалось, только 33 вроде. Да-то купили маме по акции в этом. Дэлви сейчас, может, у кого-то в городах тоже есть. Ну, наверное, до последних дней, наверное, акции. Потому что уже его сняли. Такие помело. Мама с собой заберёт. Не знаю, и мне не очень нравится. Мне как-то, может, не попадался вкусный, знаешь. И больше отходов. Вот эти две штуки на 89,90. Она по 26, 60 килограмм. Ну, что-то 26 с чем-то, короче. А так она по 30 с чем-то. Я не знаю, может, это любит. 30, 30, 30, 40, я говорю. Это всё-таки экзотический фрукт. С Китая. А у меня что-то полезное давление. Ага. Я знаю, что от давления полезны эти гранаты. Всё, кисонь. А, он угуляет. Да. Теперь балуется. А он, видишь, порует что-то. Может, там им тепло просто. Да тут же ж надо трубу закрыть. Угу. Опять-то женщина в окно смотрит. Ну, не пили, но трошки подбили. Ну, да. Окей, если ты мне сейчас замарну, то есть. Блин, а забыла этот взять. Чего? Крупу. А, голубям. А мы же будем выходить ещё. Вечером выйти. Да. Холодно, ребята. Вон она, вон она. Ах ты. Ах ты нас. Привет. Это другая, чи та же? Та же? Ксу. Кисуля? Или нет? Нет, это другая. Это с рыжими пятнышками. Это нет. Вот видишь? Ага, да, и хвосток. Извините, мы вас не знаем. Зачем как-то так. Сейчас, ребята, приду. Уже пришли посылки от Юли и Лены. Юля с Долбунова, Лена с Киева. Мне же интересно, что там. Я уже в инстаграме сделала опрос. Сейчас будем вскрывать. И посылочка пришла от Юли из Днепра. Пока у нас нет возможности встретиться с этого Долбанного локдауна, где-то посидеть. Вот. И она мне выслала под Днепру посылку. Тоже интересно, что там. Обязательно откроем с вами и посмотрим. Всё, друзья, я дома. Сейчас будем открывать посылки. Лично мне очень интересно, что же там. Я уже, по-моему, говорила, что я в инстаграме сделала опрос, что там типа может быть. Мне кажется, наверное, никто не угадал. Честно говоря, ещё не смотрела. Очень много поздравлений. Спасибо вам большое. Я постараюсь максимально всем ответить. Возможно, не сразу, но обязательно отвечу. Для меня это важно и нужно. И также по-прежнему попрошу вас поставить какую-то реакцию на это видео. И желательно рассказать об этом видео в социальных сетях своих. Или хотя бы написать комментарий. Для меня это очень важно. Ну что ж, давайте начнём с вот этой вот посылки. Вот, я не знаю, она у меня не влажет в кадр полностью. Я даже не представляю, что тут может быть. Это посылка от Леночки и Юли. Юля Создалгунова, Лена Скиева. Это мои лучшие подруги. Это те люди, которым я могу всецело доверять. Те люди, которые максимально мне близки. Да, то есть я вообще к Юле, например, и к Лене отношусь, как, не знаю, как к родным людям, к родным сёстрам. Не больше, не меньше. Они всегда со мной рядом. Они всегда мне помогают. Даже на расстоянии. Потому что иногда очень важно просто поговорить с человеком. Ему обязательно станет легче. Вот. Спасибо вам, девчонки, большое. Я ещё не вижу, что здесь, но я безумно благодарна нашей с вами дружбе. Я надеюсь, что она продлится ещё долгие годы. Я желаю вам всем здоровья, счастья, улыбок, тепла. Чтобы у вас в своей жизни было хорошо. А теперь давайте откроем посылочку. Ребята, достала я из упаковки вот такая вот длинная коробка. Но я подозреваю, что это штатив такой. Да. Это штатив такой массивный достаточно. И длинный, я думаю. Судя по коробке, потому что он ещё полностью не достат из коробки, то это вот длинный. И здесь вот такая вот, типа вот, как у меня, наверное, лампа, вот на которой я сейчас снимаю. Но тут что-то написано. Музыка, микрофон. И что-то вот это, я не знаю, оно к этому относится или нет. Потому что я долго разбираюсь. Откроем. Посмотрим. Вот такой вот отдельный. У меня здесь, кстати, слитный. А вот здесь отдельный такой, как, скажите, я скажу, штатив, который накручивается. Так. И, ой. Что-то ещё выпало. Оп. Вот такой вот набалдашник. Теперь надо всё это правильно сделать. Потому что я вот эту свою собирала очень много времени. Здесь даже есть пульт. У меня пульта нет. Здесь есть пульт. И вот такая вот лампа. Я не знаю, по размеру она такая же, как у меня, или меньше, или больше. Наверное, немножко меньше. Тут не написано, сколько миллиметров. А тут я не вижу. LED 10 написано, а сколько миллиметров нет. Вот. Очень, кстати, отличная, классная штука. Кто ещё себе не приобрёл, кто там снимает видео, там делает какие-то рекламы, продаёт какие-то товары, там, не знаю, на сайте и так далее. Может кому-то тоже очень классный свет. Вот я сейчас сижу, у меня полностью в комнате выключен свет. Включена только вот эта вот штукенция. И вот моя вот эта вот круглая лампа. Её как-то мощность, её блютуз получается, блютуз такой пульт, можно фото сделать. Ну, по блютузу включается она. И вот такая, ну, в принципе, очень похожа. Пульт управления вот. Вот здесь такой и у меня. Сейчас, если я достану вам показать, у меня тоже вот такой. Спасибо, девчонки. Это очень нужная, необходимая вещь. Я думаю, что она мне пригодится помимо блогерства ещё, ещё, ещё и ещё. И, в принципе, для блогерства, если у меня теперь две лампы, значит, света будет больше. Значит, я должна снимать больше видео. Наверное. Спасибо большое. Мне, кстати, сегодня Юлька позвонила. Я как-то в такие моменты, знаете, некоторые блогеры включают камеру там и записывают эти поздравления. Я как-то в такие моменты туплю, потому что я слушаю, у меня как-то улыбка до ушей и всё. И мне больше ничего не нужно. Пока не могу рассказать, для чего эта лампа мне может понадобиться в будущем ещё, как дополнительный цвет. Но, в принципе, вот... Ма, а ты можешь мне, пожалуйста, подать кое-что? Сейчас мы попробуем её включить. Ну, вот какую-то, возьми мою зарядку. Или белую, там, или чёрную. Нет, этот набалдашник, который вставлять сюда. Как для зарядки. Давай я подвину. Ой. О, стой. Ой. Тут разная конструкция стоит. Ага, спасибо. Спасибо большое. Сейчас я попробую посмотреть, как он будет светить. Вот. О, сейчас вставлю. Тихо. Сейчас. На моих медвежонках можете посмотреть. Угу. Так, сейчас он включился. Пусть. Ну, я выключу пока вот эту вот сзади свою штуку, потому что не достаёт, к сожалению, провод. И... Так, сейчас это тёплый, тёплый. А сколько, интересно, режимов света? Я что-то раз, два, три, четыре, наверное, режима. А у меня три режима. И максимальная яркость. О, сейчас надо так сделать. Вот она и я. Этот, как в... Этот нимб, короче, над головой вот так. Не, ну так светить не будет. Спасибо вам, девчонки. Очень классный дополнительный свет. Я же говорю, что не только для блогеров, но и для людей, которые занимаются продажей в интернете. Там, я не знаю, которым нужны качественные фотки в домашних условиях. Это просто... Тихо, не падаем. Это просто незаменимая вещь. Спасибо вам, девчоночки, за такой профессиональный, можно сказать, подарок. Мне очень нравится, что в отличие от моего штатива, здесь есть, во-первых, пульт. Во-вторых, вот эта вот штука, она такая моцная, железная, и она отсоединяется. То есть можно, если вдруг что-то ломается, менять. Потому что вот этом вот моём менять нельзя. А у меня всё ломается часто. Я к этому уже привыкла. Поэтому я думаю, что мне будет очень полезно. Спасибо вам, мои дорогие и любимые Леночка и Юлечка. Итак, а второй подарочек вот такой огромнейший мне пришёл от Юлечки из Днепра. Джулечка, вы её все знаете в Инстаграме, реклама Инстаграма. Я не думаю, что её нужно рекламировать, потому что Юлю все знают. Юлю, я надеюсь, все любят, как и я люблю. К сожалению, из-за вот этого локдауна, коронавирусов и так далее, мы с Юлей уже очень давно не виделись. Я надеюсь, что скоро у нас будет, возможно, встретиться лично. Но пока она мне подарила вот такой вот подарок, посылку. Я ещё не знаю, что здесь. Она мне ничего не сказала. Да, она немножечко намекнула. Вот, поэтому сейчас будем смотреть. Новая почта, конечно, тихо. Любит свои посылки так упаковывать. Конечно же, новая почта. Никак не могла обойтись. Смотри, без чего. Без вот такого змеючки из бумаги. Ой, тут такое всё интересное. Мне открытка очень нравится. Мне эта девочка чем-то меня, мне кажется. Смотри, это я. Если мне такую сделать, короче, при часовом, то это я. Похоже. Похоже. С котиком, смотрите. Это, кстати, очень классные открытки. Гопчинская. Кто знает, это наша украинская, хотел сказать, рисовательница. Это наша украинская художница. Такой какой-то вот интересный материал. Посмотрите. Юля сказала, что можно читать и показывать. Поэтому я вам и показываю, и прочту. Дорогая Крис, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, успеха во всём, во всех начинаниях. И делах. Чтобы близкие, родные и люди были рядом и в горе, и в радости. Здоровья твоей маме, пусть всё поставленные цели сбудутся. Мечты и планы как можно скорее осуществляться. Живи и делай только то, чего хочешь ты сама. Вот к этому, кстати, я пришла только вот буквально в конце того года. И никогда ни перед кем не читывайся, я хотела посчитать. Не оправдывайся за свои действия и будь счастлива, Юлечка. Такая роспись у Юли красивая, такая, видно, уверенного в себе человека. О, где его набатит? 19.01.2021. Я прочитала 2002 и вспомнила 2002 год. Я тогда ещё такая была молодая. Старее на глазах. Спасибо, Юлечек, тебе большое. Очень тёплые и правильные слова. Действительно, мне хочется научиться быть ещё более уверенней, нести себя так, никогда не оправдываться. Потому что я сейчас стараюсь всё равно в тех же комментариях. Начинаю писать, как вроде как, блин, кому-то нужна эта инфа. Люди пишут для развлечения, для отскуки какой-то. Им не нужна моя правда. Я это прекрасно понимаю, и я больше постараюсь этого не делать. И тут вот подарочек. Два подарочка таких. И вот такой вот интересный, смотрите, с бантом. Сейчас я уберу. Так, ушло. Давайте, наверное, сразу откроем вот этот, который беленький. Вот тут заклеим. Сейчас открываем. Так. О, чуть не на ногу. Не удивительно. Так, а ну сейчас. Я не знаю, там что-то такое. Я не беру в руки. О, ну сейчас я вам покажу. Типа сама ещё. Ну я поняла это уже. По ощущениям, что это чашка. О, какая красивая. А, это чашка. Ещё с Азовского моря. С камешком. Я Юлю просила летом. Но мы после того никак не могли. Смотри, какая красивая. Я так люблю синий цвет. Ещё с ложечкой. Азовское море. Вот такие якорьки. Видите, такие классные. Мне нравятся. Я обожаю синий цвет. И всё, что с ним связано. С сегодняшнего дня буду пить с этой чашки. Мне даже, ну, особо то, что Азовское не смущает. Хотя можно пить и думать о том, что ты на море, загораешь где-то. Может быть, ты будешь об этом думать, и это осуществится. Мало ли, кто его знает. И вот такие классные эти ракушки всякие. Надо их разобрать. Я люблю. Мне кажется, такое хранит в себе какую-то энергию положительную. И я, может быть, сделаю какую-то картину. Кстати, можно из таких ракушек, из камешков сделать какую-то красивую картину. То есть, это ещё один вариант, то, что можно как-то творчески украсть свой дом. Максимально, насколько это можно, потому что у меня съёмная квартира. Спасибо тебе, Юленька, большая. И подарок. Вот такой вот. Вот такой в упаковке. Так, открываем. Какой-то бьюти-бокс. Вау. Боже, то, что мне как раз сейчас на нас... Слушай, то, что я вчера купила... Я, короче, я передумала, я не буду тем пользоваться. Сейчас я вам покажу. Это... Упала! Я не удивляюсь, сейчас подниму. Я тебе, по-моему, тоже такой дарила крем? Да? Да. Вот, ты молтишь. Зимний уход от мороза и ветра. Крем для лица защитный, для любого типа кожи. Всё. Моя кожа точно будет защитена, потому что, видите, она всё... Всё порэпана, всё... А мне надо быть красивой. Вот такой вот банана. Крем для рук, для глубокого взволожения. Такой прикольный, кстати, в виде бананчика. И очень классно можно положить в сумку. Я покупала недавно... Это, наверное, тоже корейский. Но я покупала какой-то прям вот дешманский, корейский. И у меня сыпь пошла по рукам. Я обязательно этот крем попробую. Потом вам отзыв, конечно же, оставлю, расскажу. Покажу. Итак. Тут всё, что нужно для девочки. Это вот такие вот резинки. Кстати, я пользуюсь именно вот такими, потому что я и с большими такими пружинами. У меня волосы... Ну, стрижка немножко не подходит под такие резинки. Поэтому это очень хорошо. Спасибо тебе, Юля, большое. Чем дальше тут, тем интереснее. Вот такие вот скрабы. Я не знаю, кстати, можно ли их использовать сейчас, или их лучше использовать не в зимний период. Напишите, может кто-то знает. Может я у Юли спрошу, потому что мне нравятся всякие такие штуки. Но как правильно ими пользоваться с этим, у меня, конечно, есть какие-то проблемы. Вот такие два скрабика. Очень, кстати, удобно. Мне Юля такие дарила на Новый год. Прошлый год. В прошлый год тоже у неё был такой пакетик, как бьюти-бокс. Она мне подарила, кстати, очень интересную книгу, которая называется «Кровь с молоком». По-моему, Люка Дашвар. Я, кстати, её прочитала. Поэтому спасибо тебе, Юлечек, большое. Ты всегда делаешь очень нужные подарки. Очень продуманные, скажем так, да, то есть с определённым посылом. Это очень важно. Итак, дальше открываем. Тут то, что я хотела попробовать, но я так и не купила. Не пшикай на мене я тут сижу. Это вот такие вот маски. Я смотрела их ещё... Ой, а чем оно пахнет тут? Или это от масок... А, это у меня эта фигня пшикнула. Я думаю, чем оно пахнет? Вот такие вот маски я, кстати, не пробовала. Но обязательно попробую, протещу, может быть, в видео каком-то. И, девчонки, я хочу сказать тем, кто мне всё же упрямо пишет о том, что всё, тебе ещё рано масками пользоваться. Увлажнять кожу. Нужно всегда ухаживать за кожей лучше с молодого возраста. Для того, чтобы потом было меньше проблем, меньше морщинок. Я вообще в будущем хочу посетить косметолога. Вот у Юлии, я знаю, хорошая есть. Я думаю, что она поделится контактиком. И, возможно, я к ней схожу на чистку лица. Мне кажется, это периодически нужно делать. Вот такие вот маски. Рисована хрюшка такая. А с чем она? Маска для обыча с экстрактом какой-то центеллы. И для активной регенерации эпидермиса. То, что нужно. Спасибо тебе, Юлия, большое. И тут... А, сейчас самое интересное. Это вот такая вот помада. Bicolor Belour de Zinc. Сейчас посмотрю. Губная помада. Вот такая вот. Сейчас посмотрим цвет. Я у меня, конечно, накрашена, но... Такой цвет нежно, как персиковый. Видите? Сейчас я попробую нанести на кожу. Слегка, буквально. Я хочу посмотреть заодно пигментацию. Вот она такая легкая, мне кажется, по текстуре будет. Я обязательно ее протестирую уже в следующих видео. Может быть, завтра, послезавтра, если буду что-то снимать. А нет, не буду снимать, потому что я работаю. В любом случае, я протестирую. Я покажу вам ее в инстаграме. Просто сейчас нужно ее нормально нанести. Это занимает время. У меня сейчас его очень мало. Маму нужно провожать будет. Спасибо, Юля, большое. Мне нравится текстура уже. То, что я вижу, что оно такое прям не едючее, не ядовитое. Я надеюсь, что скоро мы перестанем носить маски. И можно будет краситься не только дома, а куда-то выйти. Ну, между прочим, погулять, выйти, если ты не захочешь в магазин. Нужно спокойно накраситься. Спасибо, Юля, большое. И вот такая вот, я так понимаю, что это палетка. Я хочу посмотреть, что, какая она именно. Она такая бархатная, смотрите, прям вообще стилевая. Боже, еще те цвета, которые я бы хотела попробовать. Потому что у меня почти один нюд. Здесь же есть такие немного розоватые фиолетовые оттенки. Сейчас я открою, конечно же, покажу. То, что можно, например, на праздник накраситься. Сейчас я не кражусь, опять же, потому что у меня проблемы с кожей. И плюс-минус я стараюсь ее беречь. Так, сейчас я открою эту палетку. Но мне нравится сама она такая, как бархатная, как книжка. Знаете, есть такая. У меня почему-то ассоциируется с книжкой. Куда я уже делаю это? А вот ножницы. Рекламная пауза. Так, тут просто вот эти штуки, чтобы не воровали. Они, кстати, в России ставят вам вот такие штеклевины. Так, сейчас я тут даже не хочу все отодрать. А я могу это сделать. Так. Тут такая защитная пленка. Но тут, кстати, странно, что нет зеркала. Я что-то думала, что она есть, но... Но тут его нет. Смотрите, какие классные оттенки. Кстати, мне очень нравится, что есть такой темный цвет, потому что у меня такого нету. Видите, он прям такой, как этот гриф карандаша. Вот такой. Ну, сейчас я не буду. Одну базюк. Давайте другие какие-то посмотрим. Мне нравится здесь пигментация такая. Или как это правильно называется. Что она такая не легенькая, не легенькая, а прям конкретная для вечернего макияжа, девочки. Я же обещала в этом году учиться делать макияж. Вот вам вот такая палетка. Я уже все пальцы измазала. Такая вот классная. Спасибо тебе, Юленька, большое. Что я хочу сказать. В разный период жизни мы с тобой общались по-разному. Мы с тобой знакомы уже, наверное, около трёх лет. В общем, всё меняется. Время идёт, всё течёт, всё меняется. Я очень благодарна тебе за помощь. Ведь именно ты очень сильно помогла мне, когда я болела ковид. Мне, маме, поддержкой вообще все, все целы, всё, что тебя там не спросили, что-то просила у тебя, это мне всегда об этом помогало. Я хочу тебе сказать это взаимно. Если тебе что-нибудь будет нужно, я обязательно тебе помогу. Я считаю, что ты очень хороший человек. Тебя впереди ждёт. Я как это, как ванну. Мне когда-то говорили, что я могу предсказывать будущее. Не знаю, правда это или нет. Себе не могу, могу кому-то. Я точно знаю, что тебя ждёт счастливое будущее, что ты сейчас невероятно счастлива, что ты будешь ещё счастливее, что ты будешь здоровее. Я желаю здоровья, тоже счастья твоей маме. И всем девчонкам, всем вам. Я желаю большого счастья, здоровья, удачи, чтобы у вас в жизни всё было хорошо. Спасибо большое, Юля. Спасибо большое, у меня две Юли. Спасибо большое, Юли. Спасибо большое, Лена, за подаренные мне подарки, подаренные мне эмоции. Для меня эмоции, наверное, важнее всего. Мне, наверное, не так важны подарки, что-то материальное, как вот более духовное. Мне это очень важно. И спасибо, что вы мне это подарили в мой день рождения, в мой 23-й день рождения. Я не хочу слышать эту цифру больше. В общем, спасибо всем девчонкам, спасибо всем, кто посмотрит это видео. Обязательно, я надеюсь, что вы оставите какую-то свою реакцию. Кто не подписался на канал, обязательно на него подпишется, потому что впереди ждёт ещё очень много интересного. И, кстати, забыла сказать, я когда записываю разговорные видео, меня вообще не остановить. Я поздравляю вас с Крещением Господним. Пусть в вашу жизнь придёт что-то светлое, придёт что-то доброе, хорошее. И пусть она никогда больше из ваших жизней не уходит. Всем спасибо большое. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok